Приписки, завышение объема медпомощи и отклонение от протоколов. 4,5 миллиона нарушений на 28 миллиардов тенге выявили в казахстанских медицинских организациях. Об этом рассказали в Фонде социального медицинского страхования. В прошлом году нарушений было на 7 миллиардов тенге меньше. В основном эти дефекты касаются нарушения стандартов, утвержденных Министерством здравоохранения, а также нарушений рекомендаций клинических протоколов диагностики и лечения. Также есть такой дефект, когда завышаются объемы оказанных услуг, то есть оказывается одна услуга, но она отправляется несколько раз на оплату. По словам эксперта Вячеслава Локшина, трехлетний опыт работы УСМС показывает, что пробелы есть, но они есть и в других странах, где тратят на медицину 6-9% от ВВП. В то время как в Казахстане всего около 3%. Тарифы на услуги здравоохранения у нас одни из самых низких и не учитывают амортизацию оборудования. Медорганизации недополучают деньги, поэтому и стараются найти лазейки, как заработать побольше. При этом специалист считает, если приписки надо строго наказывать, то несоблюдение протокола имеет право быть. Любое отклонение от протокола, оно допустимо. Двух одинаковых людей не бывает. Должно быть просто обоснование. И проще, если будет тариф на какую-то определенную патологию и ее лечение. И если мы пытаемся выйти за пределы тарифа, должно быть хорошее обоснование. При этом треть экономически активного населения страны не застрахованы. Около 3,5 миллионов жителей Казахстана остаются вне системы обязательного социального медицинского страхования. По словам экономиста Марата Абдурахманова, время, когда можно легкомысленно подходить к своему здоровью, ушло. А значит и систему нужно менять. Лучше всего, уверен эксперт, подойдет американская система. У нас сейчас есть специальные счета для пенсионеров. Ничего не мешает ввести точно такие же для медицинского страхования. Они будут платить УСМС на свой личный счет, с которого они будут оплачивать услуги медиков. И тогда бюджет лишится вот этого, несколько звеньев, которые составляют вот эти коррупцию, так называемую медицинскую. К нарушителям в фонде применили меры экономического воздействия, исходя из стоимости услуги. Так, за нарушение стандартов и лихнических протоколов докладывается дефект стоимостью в 30%. За приписку сумма снятия составит уже 300% от стоимости заявленной услуги.